Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробностей о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белошева. Дипломатический трип. Что ждёт бывшего украинского посла, который под градусом разъезжал по центру Киева? Партийный кайф. Зачем латиноамериканские наркодилеры обклеили партию наркотиков логотипами Единой России? Эффект семьи. Как Мелания Трамп переживает очередной секс-скандал вокруг американского президента? На Донбассе снова потери среди украинских военных. В результате вражеских обстрелов погиб один боец. По сообщению штаба операции объединённых сил, боевики 39 раз открывали огонь по нашим позициям, в том числе и с применением запрещённого тяжёлого вооружения. Все подробности знает Руслан Смещук. Надо ехать медленно, чтобы не поднимать пыль. Если засечут, то надо уже быстро ехать. Вначале на машине, а потом по окопам к самому краю. Это нулевые позиции между оккупированными Горловкой и Ясиноватой. Отсюда военные наблюдают за перемещением военной техники боевиков. Пока объявлено очередное перемирие, огонь не открывают. Хотя стрелять здесь есть по кому. Вчера где-то три Урали проехали в сторону Горлевки. То есть доповели всё по команде. Они тоже ездят не колонами сейчас, ездят в основном на высоте 200-300 метров машины от машины. Если придёт какая-то серьёзная техника, то мы первые уже знаем, куди она идёт. Военные рассказывают, несколько дней назад активизировалась воздушная разведка противника. Зафиксировано достаточно активное перемещение вражеской тяжёлой техники. Поэтому за боевиками наблюдают внимательно. По линии разграничения очень часто летают беспилотники. ДНР может быть готовится до наступу. А возможно у них происходит ротация, потому что мы слышим гул военной техники уже дня три. Но и остаётся напряжённая ситуация в традиционных горячих точках. Под Марьинкой и Красногоровкой боевики не прекращают обстреливать украинские оппозиции. Работают как часы, говорят наши солдаты. Нема такого дня, чтобы не было застосовано стрелецкой зброи, крупнокаліберных кулеметов, автоматов против наших військовослужбовцев. Запалюют трейсерами поля біля наших позиций. Для того, чтобы вымануть наших хлопців, выйти, гасити эти пожежи. Тут же накануне вражеской противотанковой ракетой подбили армейский грузовик. Один украинский солдат погиб. Напряжённая ситуация и на Светлодарской дуге, и в районе Крымского, где два дня назад боевики штурмовали позиции батальона Айдар. Сейчас эта территория закрыта для репортеров, проводят работы по усилению обороны. Ну а штаб Операции Объединённых Сил опубликовал видео награждения раненых бойцов, отражавших нападения боевиков. Руслан Смещук, Андрей Ярковой и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. На Яворовском полигоне во Львовской области состязались военные. Они боролись за звание лучшего разведчика Украины и за денежный приз. Галина Якушко обо всём подробнее. Яворовский полигон. Пять взводов десанта, морской пехоты, сухопутных войск Одесской военной академии и Нацгвардии соревнуются, кто лучше. Это озеро полигене разделяет лагеря двух конфликтующих сторон. Группа дозора отправляется разведывать территорию противника с оружием и амуницией. Нужно переплыть озеро не только на скорость, но и остаться незамеченным. Киртик, ты помогай. Давай, вставай двигом. Разведчики будут плыть с метою переткнуть водную перешкоду, которая размежевывает между собой противующие стороны. На этом боце умовный противник находится. На противоположном боце находятся позиции части подразделя наших войск. Куда плыть? Разведчики ориентируются по огню, который разожгли в лагере оппонентов. Добраться к берегу нужно, не утопив амуницию и оружие, а это несколько десятков килограммов веса. Переплывти с автоматом. То есть, сверху на автомат положишь руку. Как бы одной рукой гребешь ногами. В этом усладниться. Сами бачите пакет. Как ни крути, оно промокает. Вот все мокрое практически. Противник тем временем не дремлет. Убедиться, что на подступах к позициям чисто отправляют дрон. Воздух. А ну, снимай, снимай, снимай. Остаться незамеченными только одно из испытаний для разведчиков. На берегу условное минное поле. Уцелеть на нем удается не всем. Есть раненые. Часть разведчиков, которые принимают участие в состязаниях, уже не раз бывали на передовой. Выполняли боевые задания, но здесь, говорят, получают иной. Очень ценный опыт. Понимаете, лучше на этих соревнованиях проверить, на что способна группа. Новые способы подолания, пересувания, новые средства оружия. Новые способы выполнения задач, чем на войне. Потому что на войне цена достаточно высокая. Поэтому лучше тут выяснить, на что группа способна, а не на войне. Кроме форсирования в водоеме, разведчиков ждали нескольких типов испытаний. В том числе об устройстве засад и корректировке артиллерии. Полученные навыки помогут им выполнять задачи на Донбассе, уверены командующие. По речке Северский двенец идет линия размежевания. И, в общем, мы должны держать на готове подготовленных разведчиков, которые могут видеть, слышать и узнать все, что нужно для нашего военного командования. Четыре дня испытаний и лучшие военные разведчики Украины определены. Как бонус три команды победителя разделили между собой призовой фонд. Денежное вознаграждение состязаний составляет более 200 тысяч гривен. Галина Ивпушк, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интерлевовская область. Реформы в Украине находятся под угрозой из-за возможного вмешательства в Москвы в предстоящий избирательный процесс в Украине. Такое мнение выразил президент Петр Порошенко в интервью Financial Times. И это, по его словам, будет серьезным испытанием. Но, несмотря на все старания России, убежден Петр Порошенко, Украина становится все более сильной, проевропейской. И за годы его президентства страна утвердилась в своем стремлении следовать курсам европейской и евроатлантической интеграции. В Америке готовятся к ноябрьским промежуточным выборам. Чтобы не допустить вмешательства и кибератак, представители Фейсбука, Майкрософта, Гугла и Твиттера решили провести закрытую встречу. Известной о ней стало издание BuzzFeed. Это инициатива отдела кибербезопасности Фейсбука. Компании хотят избежать ошибок, допущенных на выборах президента в 2016 году и предотвратить возможное вмешательство со стороны иностранных спецслужб. ПДД для дипломатов. Бывший посол Украины в США минувшей ночью в центре Киева был остановлен полицейскими. Патрульные заметили, что одна из машин ездит по кругу против движения. За рулем этого автомобиля оказался Александр Моцек. Это бывший посол Украины в Соединенных Штатах. По словам правоохранителей, было очевидно, что Моцек пьян, однако на камеру он отрицал, что употреблял алкоголь и пройти тест отказался. Патрульные составили протокол о нарушении и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. ПОЛИЦИЯ НЕЗАКОННИМИ Одна женщина погибла, еще две были госпитализированы в Сумской области. В селе Спаское 19-летний парень врезался в толпу людей на мотоцикле. Травму получила и 14-летняя девочка. Сразу после этого инцидента виновник ДТП сбежал с места происшествия, а прибывшие на место полицейские обнаружили фрагменты мотоцикла, по которым и смогли вычислить подозреваемого. Как оказалось позже, мотоциклист находился в нетрезвом состоянии и ехал с существенным превышением скорости. На одной из улиц села увидели молодого человеку, который вез в руках мотоцикл. Транспортный заседатель был характерным для дорожного транспортного пригода, а сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного спьянения. Что касается данного водителя, он дает объяснение следствиям, насколько я владею информацией. Он говорит, что был пьяный, ничего не помнит. Новая угроза в Прикорпатском Калуше. Почти половина домов здесь построены над заброшенными солевыми шахтами и пустотами. Сейчас многие здания стали проседать и осыпаться. Виной всему грузовой транспорт, который проезжает по городским улицам и создает сильные вибрации. Как уберечь дома, выясняли мои коллеги. Валерий Кирстя рассказывает, его дом трещит по швам. Фундамент начал резко проседать в прошлом году, когда отремонтировали дорогу и мост. Сюда хлынул весь грузовой и габаритный транспорт. Там есть трещина, на ней был маяк. Той маяк разъяснился, отпал. Фундамент трещит, так я сам с той стороны. Когда машины тут высокогрузы ездят, то у нас в ходуном ходе посуда вкрепится. От интенсивного движения рушится и дом Ольги Дмитриевны. Когда машины едут по дороге, то сверху сыпется цегла. Цегла сыпется, падает. И не дай Бог, вот она. Не дай Бог, кто еще в той час проходил, и цегла по голове. Почти все дома на этой улице стоят на территории заброшенных соляных шахт. Из-за вибраций строения в любой момент могут уйти под землю. Мы можем провалиться, потому что тут под нами пустоты. Мы тоже боимся. У нас дети, внуки, правнуки. Над пустотами проходит и отремонтированный мост с дорогой. Это хорошо видно на карте горных работ, которые когда-то здесь велись. Эти квадратики, что намалюваны, это целики. А вот между ними это все порожнины. Вот вы считаете, порожна, целик, порожна, целик, порожна, целик. Бачите, вот то моста, где мы стоим, 16-15 камер. То все в порожнине. Над запрошенными шахтами стоит почти половина домов Калуша. И обвалы здесь не редкость. Только на этой улице под землю уже ушли 6 домов. Со дня на день может провалиться еще один. Люди не раз просили городские власти и полицию хотя бы запретить въезд грузовикам по этой улице. Правоохранители даже штрафовали водителей. Перекрытием отдельных улиц решить проблему кардинально не удастся, считают в мэрии. Ведь в зоне риска и другие районы города. В 2010-м Калуш признан зоной чрезвычайной ситуации. Сейчас более 600 семей проживают на территории, где проседает почва. Единственный выход – убрать транспорт из города. То есть построить объездную дорогу. Денег на это у города нет. Мы уже обратились и до центральных органов влади, обратились и до области про включение нас до Державного фонда. Вроде уже два года область нас в цьому вопросу не прячет. У нас есть проект, которым мы получили свои деньги. На сегодняшний день партия из проекта – это 54 миллиона гривен. Чтобы получить эти средства из госбюджета, областные чиновники должны были подать запрос в Киев. Но, похоже, и в нынешнем году этот вопрос не оказался среди первоочередных. Вячеслав Якифоров, Жанна Дучак, Зиновьев Танас. Подробности – телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Корсунь-Шевченковском ко Дню независимости обустроили новую спортивную площадку. Под открытым небом уличные тренажеры установили самые современные. Заниматься можно абсолютно бесплатно. Много ли желающих, видели наши корреспонденты? Вот так с показательными выступлениями, танцами и даже песнями в Корсунь-Шевченковском открывали спортивную площадку. Комплекс из 15 тренажеров установили в Центральном сквере совсем недавно, а официально открыли ко Дню независимости. За несколько дней 13-летний Богдан уже успел изучить все спортивные снаряды на площадке. Эта спортивная площадка теперь доступна всем желающим горожанам. Едва заканчивается официальная часть, как комплекс буквально оккупирует десятки маленьких спортсменов. Среди них и дети нардепа Сергея Рудыка. На открытие он приехал всей семьей. Вы видите, я всей родиной проехал. Иван, дружина Марьяна, Женька. Каждый ранок делают зарядку. Не хотят, но делают. Есть такой период, когда нужно стимулировать. Чтобы выделили деньги на строительство спортивного комплекса, нардеп посодействовал еще в прошлом году. Тогда Кабмин направил на благоустройство подобных площадок во всех райцентрах Черкасской области почти 5 миллионов гривен. Сергей Рудык уверяет, на этом останавливаться не собирается. Там, где это могу сделать я, я докладываю максимальное усилие. Но я запрошу своих коллег-народных депутатов, депутатов местных районов. Включайтесь, чтобы у нас не было никакого населенного пункта, например, до 2020 года, где нет этого элемента. Депутат уверен, если задаться целью, все вполне реально. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Десятки культурных проектов и масштабное развитие украинского кино. Такие результаты принесла поддержка правительством отечественной киноиндустрии. В этом году Госкино запустило в производство 85 фильмов. Одним из самых масштабных проектов за последние 40 лет станет экранизация романа Ивана Франко «Захар Беркут». В прокат кинолента выйдет в 2019 году. На съемочной площадке побывал премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства поблагодарил режиссеров за работу и заявил, что доволен результатами госпрограммы. Та поддержка, которую мы начали делать несколько лет назад, она дает уже сегодня абсолютно четкий результат. Мы занимаем прекрасное кино. Это кино имеет очень высокие рейтинги. Это кино, которое задумывает десятки, сотни, миллионы украинских граждан для того, чтобы переглядать. И это, я считаю, еще один направл, который мы можем развивать. Тем более, что международные партнеры охотно берут в этом участь. И это нужно только благодарить всем представникам киноиндустрии за то, что они на самом деле начали серьезно развиваться. А с нашего боку они имеют финансовую поддержку. Депортация года. Из США в Германию экстрадировали Якова Полия, 95-летнего мужчину, который родился в селе Пядике, тогда это была территория Польши, а сейчас Украины, обвиняют в сотрудничестве с нацистами. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Апрель прошлого года возле дома Якова Полия в Нью-Йорке протестуют учащиеся местной еврейской школы. Они требуют выслать из страны мужчину, которого обвиняют в сотрудничестве с нацистами. Он спокойно живет в своем доме, может спокойно ходить по улицам. Решение о его депортации принято, но он по-прежнему здесь. Ни одна страна его не берет. Это торжество несправедливости. Американского гражданства Полия лишили еще в 2003 году, тогда у властей США появилась информация о его сотрудничестве с нацистами. Якобы эмигрировавший после Второй мировой в Соединенные Штаты Полий во время войны нес службу в нацистском концлагере Травники на территории оккупированной Польши и мог быть причастен к массовому убийству заключенных. Сам Полий в редких интервью все обвинения опровергал. Он утверждал, что его заставили служить нацистам и поручили охранять территорию возле лагеря, дороги и мосты. Депортировать Полия американские власти пытались 14 лет, так что сегодня высылку комментировали и в официальном Вашингтоне, и в Берлине. Белый дом распространил сообщение для прессы. В нем говорится, администрация Дональда Трампа послала мощный сигнал, что пособники преступлений нацистов не найдут прибежища на американской земле. От Германии высказался министр иностранных дел Хайка Масс, назвал депортацию моральной ответственностью немецкого народа перед жертвами Холокоста. Что ждет Полия в Германии, пока вопрос немецкие юристы ранее не раз заявляли. У них недостаточно улик, чтобы предъявить Полию обвинение и начать против него судебный процесс. Пока что мужчину доставили в дом престарелых возле города Мюнстер, где он, скорее всего, и проведет ближайшее время. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Две тонны кокаина в упаковках с логотипом «Единая Россия» изъяли в Бельгии. Такой груз прибыл в порт Гент из Бразилии. Наркотик был расфасован в 1900 пачек на каждой медведи триколор. Весь этот товар стоимостью около 100 миллионов евро полиция уничтожила. Логотип не узнали и решили, что это тип наркотиков или бренд производителя. В пресс-службе «Единая Россия» отреагировали на этот скандал и заявили, что наркобароны таким образом маскировали контрабанду. В израильском правительстве выбирают новую стратегию относительно газа. Правда, обсуждения, по данным местной прессы, проходят кулуарно. И многие политики склонны к тому, что новой войны не избежать. В течение пяти месяцев последних Хамас непрерывно атакует южные районы страны. Он наносит ракетные и минометные удары. Как планируют бороться, узнаем от Григория Бадо. Израильские правые спорят, что делать с газой, а точнее с Хамасом. Не исключают, что необходима новая военная операция, которая включит не только удары ВВС, но и захват ключевых позиций в секторе для уничтожения террористических баз и арест боевиков. Однако такой сценарий уже был задействован дважды и через несколько лет приводил только к новым виткам террористической борьбы. Но на этот раз министр обороны Авикдор Либерман убежден, что сама власть Хамаса должна быть уничтожена. На смену ей не торопится прийти ни израильская военная администрация, ни Палестина, ни Египет. Военный план пока был отвергнут правительственным кабинетом и было решено идти по пути временной заморозки. Мы настроены на то, чтобы дать Хамасу ясно понять, что отказ от террора будет иметь положительные экономические последствия. На данный момент мы действительно наблюдаем снижение боевой активности на границе. Аналитики заявляют, что настоящий мотив постоянных атак исламистов на Израиль – внутрипалестинская политическая конкуренция и борьба за влияние. В Палестине готовятся к смене власти. Все убеждены, что отставка главы правительства Махмуда Аббаса по состоянию здоровья не за горами. Соратники настроены на борьбу за его пост. Четыре основных претендента уже копят оружие и набирают отряды в тех районах, где имеют наибольшее влияние. О членах Хамаса и говорить нечего. Хаос после ухода Аббаса будет им особенно выгоден. Хамас непременно будет провоцировать беспорядки, чтобы захватить власть на западном берегу. 11 лет назад это было проделано в Газе. Тогда во время переворота были зверски убиты более 300 человек из Фатха, конкурирующие партией Махмуда Аббаса. Но все же в Израиле надеются, что после отставки Аббаса палестинцам удастся прийти к единству и не допустить Хамас к власти на западном берегу. Анна Филь, Григорий Бадо. Подробности телеканал Интер. США предупредили Россию, что могут нанести новый мощный удар по Сирии. По данным агентства Bloomberg, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил об этом представителей Москвы на недавней встрече в Женеве. Оказывается, американская разведка получила информацию о возможности применения сирийской армии химического оружия, чтобы освободить территории, которые контролируют противники режима. В этом случае, решили в Белом доме, американцы не ограничатся нанесением ракетных ударов, а предпримут масштабные военные действия. Полтысячи человек отравились едой из Макдональдса в Соединенных Штатах. Причем среди заболевших жители 15 различных штатов и города Нью-Йорк. Все они покупали даже не гамбургеры, а вроде бы полезные с виду безопасный овощной салат. Это выяснили в американском управлении по надзору за качеством продуктов и медикаментов. Медики сообщили, что смертельных случаев не было, но часть пострадавших пришлось госпитализировать. По данным СМИ, 3000 закусочных сети Макдональдс в срочном порядке прекратили продажу салатов, и теперь компания пытается урегулировать проблему, чтобы избежать масштабных судебных исков. Последствия секс-скандала. По данным американской прессы, между Дональдом Трампом и его супругой серьезный конфликт, а на публике они только имитируют хорошие отношения. Я напомню, президентский юрист накануне дал интервью, в котором рассказал, что его шеф платил отступные своим пассиям. Продолжит Дмитрий Анопченко. Это давняя традиция. Появляясь на публике, президент и первая леди держатся за руки. Если за ними следят телекамеры, то во время любого выхода в свет, глава государства берет ладонь жены в свою руку, чтобы показать стране, они любящая пара, а значит, достойны доверия и подражания. Так всегда поступали Барк и Мишель Обама, их предшественники Джордж и Лора Буш и даже Билл и Хиллари Клинтон. В разгар скандала с Моникой, когда первая леди была разъярена, она сочла своим долгом на публике поддерживать супруга. Дональд и Мелания Трамп тоже первое время следовали традиции, но сейчас пользователи соцсетей провели свое расследование и установили, имитируют. В последние недели постоянно появляются фото, на которых создается впечатление, что пара по-прежнему держится за руки. Но если снимок укрупнить, то становится понятно, просто играют на публику. Пользователи соцсетей постоянно вылавливают такие фотографии. Каждый раз пальцы супругов едва соприкасаются, но ладони расположены так, что сторонний наблюдатель не заподозрит подвоха. В сети даже новый термин придумали, по аналогии со знаменитым выражением Трампа «фейк-ньюс», «фейк-хэндшейк», «фальшивое рукопожатие». Журналисты, входящие в пресс-пул Белого дома, подтверждают эту информацию в соцсетях. Говорят, Миланья Трамп сейчас очень тяжело переживает скандал вокруг прежних увлечений мужа. Она человек, для которого важно общественное мнение, важно, что люди думают, и она очень сильно обижена. И сотрудники протокола Белого дома еле-еле уговорили первую леди, хотя бы на людях, все-таки делать вид, что они с президентом идут рука в руку. Ну, а значит, и живут душа в душу. Сумеет ли президент растопить лед? Скорее всего, приложит для этого все усилия, ведь на фоне многочисленных скандалов, разоблачений и расследований, которые бьют и по рейтингу, и по имиджу, ему очень важно сохранить семейную жизнь. Ведь в Америке образ счастливой первой пары – одна из составляющих успеха, если хочешь баллотироваться на второй срок. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Папа Римский впервые за 39 лет прибыл в Ирландию. Сначала понтифик пообщался с президентом страны, затем в Дублинском замке его приветствовали премьер-министр и сотни верующих. Визит главы католической церкви проходит на фоне скандала с педофилией среди священников. Известно о таких преступлениях стало еще в начале 2000-х. Пострадавших сотней, в том числе и в Ирландии. Из-за этого на улицах Дублина Папа Франциска встречали протестующие. Понтифик же пообещал искоренить эту проблему любой ценой. Самый активный вулкан Европы Этна проснулся и начал выбрасывать дым и лаву. Извергаться вулкан начал накануне ночью. Клубы пепла поднимались на высоту 150 метров от кратера. Местных жителей пока не эвакуируют. Аэропорты поблизости все еще работают. Этна один из самых активных вулканов в мире. Небольшие выбросы лавы случаются здесь довольно часто. Но в этом месяце началась более активная фаза извержения. В Британии ввели наказание за кражу гальки с пляжа. В Финляндии соревновались в игре на воображаемой гитаре. Обо всем этом прямо сейчас. Секретный тоннель для контрабанды наркотиков из Мексики обнаружили власти США. Коридор соединял частный мексиканский дум и заброшенный ресторан КФС в американском штате Аризона. Вход был спрятан за кроватью в спальне. Длина подземного прохода около 180 метров и пролегал он на глубине 6,5 метров. В последнее время американская полиция фиксирует увеличение количества подземных тоннелей для переправки наркотиков через границу. Придум, что обустройство подобного канала обходится в сотни тысяч долларов. Знаменитый французский актер Винсан Кассель женился на 21-летней модели Тинни Кунаки. Кассель на 30 лет старше своей избранницы. Свадебная церемония прошла в кануне Бидарт на юго-западе Франции. Среди гостей были замечены режиссер Жиль Ле Луж, актриса Лейла Бехти и Адель Экзаркополус, а также олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду. Кассель начал встречаться с моделью еще три года назад. За несколько лет до их встречи Винсан расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи. В британском графстве Корнуол ввели наказание за кражу гальки с местных пляжей. Места там живописные и тысячи туристов берут камешки на память. Однако местный совет, которому принадлежат 57 пляжей, графство бьет тревогу. Дискать такая практика может привести к эрозии побережья. Один путешественник уже был вынужден проехать сотни километров, чтобы вернуть на пляж украденные камешки. В противном случае ему грозил штраф тысяча фунтов стерлингов. В один из отелей американского штата Колорадо наведался медведь. Произошло это рано утром. В холле гостиницы находились только сотрудники, которые записали на видео визит непрошенного гостя. Косолапый никого не тронул, побродил по холлу, вылез на стол, а после удалился во свояси. Администрация отеля разместила видео в Фейсбуке, уточнив, что это единственный случай, когда они позволили посетителю взобраться на стол. За сутки видео посмотрели более 700 тысяч пользователей. Китайцам пришлось выдавать себя за вьетнамцев, чтобы посмотреть любимый сериал «Тайный дворца Яньцы». Лента повествует о временах правления династии Цин. Первые 56 серий можно было посмотреть бесплатно на китайских ресурсах. А вот за последние эпизоды просили заплатить. Недостающие серии находчивые зрители обнаружили на одном из вьетнамских каналов. Но чтобы их посмотреть, нужно было подтвердить вьетнамское гражданство, а также признать, что спорные Парасельские острова принадлежат Вьетнаму. В Финляндии прошел чемпионат по игре на воображаемой гитаре. В этот раз в финале необычного состязания соревновались 15 участников со всего мира. Утверждают, для них, помимо любви к музыке, это еще и возможность поддержать себя в отличной физической форме. Победу одержала участница из Японии. Она начала свое выступление в образе скромной домработницы, которая под звуки музыки перевоплотилась в гитаристку хэви-метал. В качестве приза получила настоящую гитару. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера. А вечер сегодня субботний. Не забывайте. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok